В 2009 году он покорил Европу своей сказочной песней, получив рекордные 387 очков, обеспечив победу Норвегии на международном конкурсе Евровидения. Так начинается практически каждое интервью с Александром Рыбаком. Сегодня победа уже позади, и перед собой он ставит новые задачи. Чем сейчас занимается Александр, какой совет даст будущим участникам конкурса, и в какие видеоигры не прочь поиграть. Об этом и многом другом узнаете из нашего интервью. После победы я сразу решил, как это, не подстраиваться под формат. Каждый год выбирают Sunstroke Project, потому что последний год отвыкал от снотворных и от разных успокоительных. Я думаю, что последний ответ я даже могу догадываться. Альбом какого артиста ты чаще бы всего слушал. Джон Уильямс. Ну что ж, Саша, я рад, что ты нашел для нас время. Мы с тобой уже за кадром перешли на ты, и сразу давай тогда переходить к нашему интервью. Давай узнаем, чем ты сейчас занимаешься, чем все-таки после победы на Евровидении, естественно, все, мне кажется, до сих пор об этом говорят, но ты же человек все-таки помимо певца, ты еще и учишься сейчас. Можешь рассказать об этом? Ну просто вот, во-первых, привет. И спасибо, что вы меня пригласили. После победы я сразу решил как-то не подстраиваться под формат как-то, а наоборот, даже больше еще стал заниматься над скрипкой, над классикой, потому что это все-таки мои корни. Ну и так же развивал и поп-музыку, и фолклор. Но моя мечта всегда была вести очень разнообразную карьеру, разнообразную музыкальную жизнь. И последние годы мне очень хотелось работать над фильмами, и потом я понял, что чтобы быть самым лучшим композитором для фильмов, этому нужно учиться. Так что я поступил в самую престижную школу в Америке, Columbia College. Там, я думаю, было 600 или 700 заявок в прошлом году, и только 12 композиторов впустили. Так что я очень-очень благодарен, и сейчас работаю сутками над этим. И онлайн-обучение проходит, как и у всех, да? Пока что да, к сожалению. Хотел бы уже быть в Америке, но нужно подождать. Но это два с половиной, это мастер, я не знаю, как по-русски сказать. Понял. Ну то есть это три года где-то, да, получается, или два, и ты уже закончишь? Да, два с половиной. Два с половиной. Хорошо. Сначала первый год в Чикаго, второй год в Лос-Анджелес. Так что как раз надеюсь, что в втором году уже все эти короны уже пройдутся. Надеемся, надеемся. Ты участвовал в Евровидении, все-таки вернемся к этой теме, участвовал в Евровидении дважды. Есть ли шанс, что поклонники тебя увидят и в третий раз? И почему, если да или нет? Конечно, конечно, увидят. Вот увидят ли на Евровидении, это не я решаю, потому что в Норвегии у нас выбор, национальный отбор. Может быть, так же, как у вас? У нас, да, всегда национальный отбор проходит практически, поэтому я думаю... Да, и почти каждый год выбирают Sunstroke Project, потому что... Ну, дважды они уже ездили, да. Да, 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 я тоже надеюсь. Если я третий раз поеду, надеюсь, они тоже третий раз поедут. Ага, ну все, я им передам, чтобы вы тоже готовились. Да, 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 да. Ну, то есть ты сам не против? Абсолютно нет. Просто сейчас я хочу сконцентрироваться на музыке, как-то не на песне, а именно на музыке для фильмов, для мюзикла. Я же сочинил свой мюзикл, тоже скандинавский. Но мне просто интересно вникать в разные жанры, в разные стили. Так что да. Постигая жанры, постигая стили, вот все-таки Евровидение изменилось как-то по ощущению? Вот первый раз, когда ты участвовал, и второй раз. Что для тебя было одинаково и что отличалось полностью? Ну, если по-честному, и мы же уже лучшие друзья сейчас с тобой, Саша, так что я могу тебе сказать. Ну, я уже это писал в соцсетях, что мне очень было трудно стать снотворными и так далее. Я сейчас последний год отвыкал от снотворных и от разных успокоительств. Я почти, да, почти как-то погиб от этого. Так что я очень-очень рад, что я сейчас уже этим не занимаюсь. Но как раз вот тогда, в том году, я был очень, как это, это очень влияло на меня. Что я был, у меня голова была очень такая серая, и мне еле-еле только нужно было выступить. А потом мы, ну, в финале у меня там, я попал на плохое место, но зато мы победили полуфинал. Так что я уже два раза победил полуфинал Евровидения. Я этому рад. Но если вот нейтрально видеть разницу, так это, что все гораздо больше прозрачно. Раньше это вот все подготавливались к этому одному вечеру главному. А сейчас почти каждый вечер главный, потому что каждое интервью, каждый маленький как-то инстаграмный, тикток или что-нибудь такое, это может взорваться и стать суперпопулярным, даже больше популярным, чем сам финал Евровидения. Это точно. Сумасшедшие времена. Так что как-то я не завидую участникам в этом году, где еще все больше онлайн. Вообще сейчас будет все онлайн. Но и все подготовки, и все интервью. Мне приятно, конечно, так, как мы разговариваем сейчас, но каждый день по 5-6 таких интервью, у меня бы это не получилось. Мне кажется, ты уже начал отвечать на мой следующий вопрос. У меня был вопрос как раз о том, как победить Евровидение. Потому что талантливые, ну в принципе, мне кажется, практически все исполнители, кто там участвует, но лишь единицам удается добиться этой победы. Сейчас, я так понимаю, ты все-таки думаешь, что победу можно добиться за счет вот этого онлайн своего влияния. Правильно я понимаю? Не-не-не-не, наоборот. Наоборот, нужно уметь отказываться и говорить, нет, спасибо, мне нужно подготавливаться к номеру. И по музыке я чувствую, что все, которые победили, Нета, Сальвадор, Сабрал, в том же части я, Сферритейл, это когда мы не подстраиваемся под тренды, а когда мы их сами создаем. Согласен, потому что в каждом году победители действительно разные, и те, кто запомнился в первую очередь. Ты упомянул также вот создание своего мюзикла. Ты можешь немножечко поподробнее о нем рассказать, как зрители его восприняли, когда тебе удалось его выпустить в свет до вот этой пандемии? Ой, да, абсолютно, конечно. Вообще-то началось с книгой, детской книги, аудиокнига, там, где и музыка была, и это уже было пять лет назад. А сам мюзикл построили по книге, был очень успешный в прошлом году. Много-много успешных спектаклей, и это про тролли, это очень такой, можно сказать, чуть-чуть такой диснеевский дух. Я с удовольствием расскажу более подробно про историю, когда будет перевод, и русский перевод, и английский. А сейчас он пока что на скандинавском, был большой скандинавский успех, и я никуда не спешу. Все нужно как-то по маленькому степену работать. Ну, конечно, конечно. Согласен полностью. Если бы проводилось Евровидение, в котором участвовали только победители, кого бы ты хотел увидеть в первую очередь, и почему именно его, ее, ну, или их, если речь идет о группе? Я не понял. Конкурс, где только один победитель участвует? Нет, только победители. То есть такое Евровидение All Stars. То есть, например, ты там участвуешь, Лорин, кто-то еще, кто-то, другие победители. Кого ты в первую очередь хотел бы увидеть там? Лорди. Лорди. Да. А почему именно их? Ну, потому что их уже когда нету, ну, группы уже нету, они как-то уже начали по соло выступать. Почти все другие артисты, также я и Лорин, и Монсель Меллёва, мы все по-прежнему выступаем, мы все новые песни пишем. А вот чтобы их снова совместить, я чувствую, нужно именно такой вот All Star Евровидение. Ну, ты знаешь, вот после твоих слов мне вот тоже захотелось именно их тоже увидеть, и вас всех. Мне кажется, это будет очень интересно. Надо послать эту идею им. Как повлияли ограничения, связанные с коронавирусом, на твое творчество? Потому что я понимаю, что записи как-то тоже изменились, какие-то коллаборации, это тоже, наверное, ограничилось. Ну, вот, слава богу, меня как-то это не очень повлияло, потому что я так и так планировал, после того, как мы успешно мюзикл провели, я планировал вот сойти с таблеток, с здоровьем работать, а потом сразу начинать учиться в Чикаго. Так что, и вот эти два проекта моих, на них не повлияло, что... Ну, единственное, что, да, я не в США, а вот здесь, в Норвегии, учусь онлайн. Но наоборот, я даже деньги коплю на это. Стоит примерно, как там, почти 80 тысяч долларов в год. Это школа. Да, не так уж дешево, но я уверен, что это все окупится, тем более, если ты серьезно к этому подходишь, я думаю, все не зря. Пока что у меня самые лучшие оценки, я скромно сказал. Ты привык побеждать, поэтому и в этом случае, я думаю, все тоже получится. Да, и вот поэтому я именно думаю, что, к сожалению, наша идея про Eurovision All-Stars, это будет очень трудно собрать нас, как это, Дива, Примадонна, мы же все, у нас большое эго у всех, мы победители, мы короли, королевы, принцессы, принцы. Очень будет трудно потом как-то еще соревноваться, когда мы уже вроде бы... Мы все победили уже. Мы в нашей голове самые лучшие музыканты в мире. Я, в принципе, с тобой согласен, потому что сильно все лучшие. Но можно тогда создать целое реалити-шоу, где потом закулисные... Саша, еще хуже. Значит, это обязано случиться. Может быть. Давай все-таки вернемся к карантину, если придется находиться дома какое-то время. Ну, как, в принципе, сейчас у тебя и происходит. Такой короткий блиц-опрос. Какой фильм ты бы смотрел и почему? Вот постоянно, может быть, на репите? Что бы ты смотрел чаще всего? Я лучше отвечу... Я лучше скажу, что я все время смотрю фильмы, где является музыка Джон Уильямс. Это вот мой большой герой. Тем более сейчас, когда я учу именно этот предмет. Джон Уильямс и Хан Симмер. Я с тобой полностью согласен, но я сейчас не буду отвлекаться на это, потому что это у нас еще час времени займет. В какую игру? Я знаю, что ты также и геймер, помимо того, что ты поешь, сочинаешь музыку. Ты также любишь видеоигры. В какую игру бы ты играл все это время? Я бы играл Witcher и Zelda. Десять-десять раз я бы переиграл. Только, к сожалению, они длятся очень долго. А сейчас я играю игру Halo и Uncharted, потому что у нас тоже предмет в школе, где учитель именно композитор этих игр. То есть там все серьезно. В общем, я понял, что ты все связываешь с учебой, но это впечатляет. Все, абсолютно. И давай все-таки, какую книгу ты прочитал бы или перечитал бы за это время? Книгу про оркестровку и аранжировку инструментов для фильм-музыки. Ну, я думаю, что последний ответ я даже могу догадываться. Альбом какого артиста ты чаще бы всего слушал? Джон Уильямс. Я сказал вместе с тобой. Окей. Что больше всего помогло тебе, кстати, справиться с этим карантином? Потому что, понимаю, обучение, и ты рассказал, что ты поборол эту зависимость. Что все-таки дальше помогало тебе двигаться? Потому что у многих был кризис, как только карантин особенно начался. Ну, понятно, да. Я благодарю Бога каждый день, потому что я вижу, какие разные судьбы у людей. А мне как-то не повезло, потому что опять все-таки хочется быть в США. Но я справился из-за помощи Zoom. Так что вот именно вот это вот. Через то, что мы сейчас разговариваем, давай чуть-чуть такую скрытую рекламу сделаем для Zoom, потому что это реально меня спасло. Он действительно объединяет людей. Особенно сейчас. Вернемся к Евровидению. Какой будет твой совет для участников этого года? Опять, ты сказал, что ты поборол эту зависимость, ты перенапрягся, потому что ты хотел именно победить. Я уверен, что ты как артист тонко чувствующий, ты действительно настроен на победу всегда. Как человеку другому, новому справиться с этим всем, справиться с напряжением? Выиграть, не выиграть, неважно. Я даже не знаю. Может быть, тебе этот ответ не понравится. Но раз я снова, раз я студент сейчас, я бы лучше не раздавал советы направо-налево, а лучше бы сам подслушивался, прислушивался к тем, вот к их идее, к их мыслям, да. Отличный ответ, мне кажется, который так ярко тебя описывает также. Ну и, конечно, прежде чем попрощаться с тобой, хотелось бы дать тебе немного времени, и, может быть, ты что-то хочешь сказать своим поклонникам, которых в Молдове у тебя очень много, можешь обратиться к ним прямо сейчас, используя вот эту зум-камеру. Дорогие друзья, я чувствую, что у меня очень много поддержки из Молдовы, потому что я, во-первых, вижу вас в YouTube, в Instagram, и мне очень понравились мои концерты в Молдове, а еще я открыл сейчас TikTok. Was that my voice? Так. И почти, я не утрирую, почти 30% комментариев из Молдовы, так что... Я даже знаю некоторых людей, которые тебе пишут комментарии. В нашей редакции есть такие люди, которые очень хотели бы узнать про твой TikTok. Мы можем подписаться, есть какие-то там челленджи, которые можем повторить, ты потом тоже увидишь их? Я пока что наслаждаюсь сам повторять все эти челленджи. А, окей. Хотя у тренда уже тоже пару трендов сделал, но это так, как хобби. Но если выложу, так, пожалуйста, поддерживайте меня. Ну, тем более, я знаю, что в Молдове за тобой следят, и ты увидел эти комментарии. Я думаю, люди еще активнее сейчас начнут, потому что ты их видишь, ты знаешь, что они существуют, поэтому мы еще активнее примем в этом участие. Ну все, Саша, спасибо тебе большое, что ты нашел для нас время, и я желаю тебе получить только в наивысшие оценки, к которым ты привык. И я с нетерпением жду, когда все-таки концерты твои снова возобновятся, и в Молдове все-таки увидимся. И третий раз на Евровидении. Третий раз на Евровидении вместе с Санстроками. Хорошо, договорились. До встречи. Спасибо тебе, Саша, большое. Таким получилось наше интервью, ну а Мега Утро продолжается. Продолжение следует.